Ну что ж, самое время вернуться к второй игре. Тонгфу против Team Liquid. Да, Тонгфу явно не ожидали такого напора от Team Liquid. Ооо, я на самом деле сижу вот так вот в такой коморке, которая на улицу окон не выходит, они выходят как бы все в коридор. Но вот сейчас я вижу, что через окошечко, которое у меня виднеется в одном окне, я вижу, что уже светает. Даже не то, что светает, уже день. Просто вот в Киеве день. Бэтрайдер от Team Liquid. Опять ферст пиком. Дарксир Чен в бане. Деваурер и Висп. Опять же от Тонгфу. Ну и ждем мы пика. Кого-нибудь. Да, конечно, Team Liquid удивляют. Американцы вообще удивляют. Дигнитос удивили, Team Liquid. Ну и опять же напомню, что пока что только одна команда является на турнире на этом непобежденной. Это Альянс. Последний свой матч сегодня они сыграют против Реттлснейк. Ну то есть, скорее всего, сегодня они и останутся непобежденными. Что касается завтрашнего дня, они играют с Тонгфу. Они играют с Ликвидами. И они играют с ВП. Вот это будет, конечно, да. Тяжелый день для них. Но сегодня был не менее тяжелый, на самом деле, с Invictus Gaming игра. И удалось им все сделать как надо. И вот оно, секретное оружие Тонгфу. Вивер, настало твое время, говорит Хао. И Вивер отправляется. Да, на Вивере он прилично играет, но тут же еще и Алхимик. Оооо. Хао будет на двух героях играть? Или что? Ну, видимо, либо Вивер, либо Алхимик. Скорее всего, Хао будет играть у нас на Вивере. Это соло-мит Алхимик. Наверное. Будет достаточно интересно. Альянс, собственно, и возьмет Те-3. Ну, не знаю. Скажи, это Нави, которые проиграли сегодня Фнатиком, но потом выглядели очень мощно. Скажи, это опять же в плей-офф. В общем, нормально. Да, Дигнетос просто в восторге. Там в Твиттере что-то кто-то написал. Сейчас скажу даже, кто это был. Монолит. Монолит Дота. Это, видимо, менеджер. Говорит, а после очень удачного старта против ДК собрались, говорит, и затащили 4-0. Ну, круто, молодцы, и чё. Красавцы. Визаж от Тим Ликвид тем временем. Да, и Ликвид. 5 секунд. 5 секунд. переписка в конфе кастеров группового этапа экстримчик пишет крит вы хоть похавали было от пишет игрит вафельки кушаю одну больше ничего нет не знаю что-то вообще вскрыла на больше ничего нет реально я мне по такой логике надо он скотч грызть лежащий на столе ну что самое время для тренд протектора тренд протектор алхимик вивер сирену и рубика засунули в бан энчандра сеникс также в бане от ликвидов ну что тренд вивер алхимик тунг-фу тэн секунд ремейнн 5 секунд ремейнн резерв тайн танк-фу просто огонь пик через алхимика ну и вот бой нас забирают тим ликвид интересно как как опять же будет какая расстановка но с деревом с деревом это скорее всего легкая линия то есть с деревом не играются трипла какая-то сложные дерево всегда живет в лесу на тонну и дерево ничего не делает кроме кидания своего щитка чеку нон-стоп инфу фнатики фнатики вообще просто они я не знаю смузами игра идет черт знает сколько уже все первые игры третьей линейки матчей закончились уже там идет 2 там зенит месяца во всю с navi тк уже и lgd давным-давно закончили фнатики муза все еще шпилят первую просто я даже не знаю как это назвать после ультра терпила да нави только что вошли на хайграунд в стиле в стиле вп смотрю на параллельном стриме просто игра была вот это снг снг дота нави вели 61 знаете какой сейчас счет 68 ну вы наверное тоже все смотрите что я вам рассказываю это это баунти-хантер от тунг-фу может быть сэншэнк сыграет на баунти-хантере он свое время шпилил вивер алхимик тренд протектор баунти-хантер пик и саладара сейчас как в паблике типа контрить то больше не чем главное просветочку вешать да по сути дела три героя с инвизом вивер с инвизом тренд протектор с инвизом баунти-хантер с инвизом алхимик скорее всего будет собирать shadow blade поэтому тоже с инвизом ну и последний пик я не знаю что что-то с инвизом видимо будет мне поменьше проверку справа вспоминать не могу у меня как бы больше вот по делу вспоминать у меня возможности просто не будет кстати говоря virtus pro там начался параллельный матч с оранжами важнейший еще не начался но этот раз от ликвидов все более как-то обычно гирокоптер нету никаких курс решили сыграть по дефалтику может быть правильно первую игру выиграли на кураже почувствовали уверенность вторую аккуратно по дефалту это правильно что ли да ликвид выиграли первую игру с урсой и вайпером причем с самого начала повеления отпустили очень было здорово все молодцы просто петуля бешеные барабаны играют ну и нэчер профит в итоге от тунг-фу который тоже может быть соберет shadow blade на самом деле пик достаточно интересный тренд протектор нэчер профит баунти хантер алхимик вивер кто куда пойдет это какой-то то ли саппорт алхимик ну вот самое логичное объяснение которое могу найти это саппорт алхимик вивер на легкое дерево в лесу баунти хантер на харде профит соло мид посмотрим как это будет на самом деле ну вот ничего как-то логичнее я не вижу квапа корака та самая легендарная квапа ну корак в свое время часто играл на таких вот героях это сейчас он играет в команде стисе а когда-то он играл в команде кванти гейминг еще не нынешних кванти гейминг а еще тех других кванти гейминг и там то как раз он исполнял чистого карри но тем не менее на квапе бывало отыгрывал до серия 12 игра а написано хотя на самом деле да все правильно 12 серия игра как бы линейка а 12 матч заключительный матч первого игрового дня в линейке а иными словами на моем стриме и мы видим что зёбра зёбра команды тунг-фу забирает алхимика хао на легкой сэншэнк на дереве банана на черт профит в лесу вот так то есть то есть какая-то у нас будет лесной профит вместе с деревом и хао баунти хантер вниз и алхимик на мид ну достаточно интересна конечно задумка достаточно интересная гэлэ хэ фэ пишет тси гэлэ пишет говорит веселье у тебя не будет но я тебе пожелаю удачи да тут сразу агрессия гирокоптер бэйн и визаж на сложные линии против вивера но вивер не самый простой герой которого можно легко загангать один на один никто не выиграл один четверть финал и один полуфинал перенесли на понедельник ну а гранд финал будет сыгран но я не помню по моему когда то ли после первого дня плей-офф но что-то что-то типа того и так мы видим как тси икс майк и флав орудуют в чужом лесу здесь же дерево гирокоптер отличный пик против дерева быстро сжигает вот эти вот стеки тем временем баунти хантер находит dd достаточно опасная руна но не для бэтрайдера бэтрайдер играет без центрей это отвратительно как это баг вы видели это крипы появились несмотря на то что находились на спамбоксе вот здесь вот находился рейндж и крипы все равно появились по моему это чистейший баг ну конечно кинг джей не особо расстроился дам такого честно говоря не сколько раз я говорю что такое вижу в первый раз реально каждый раз смотришь доту и опять что-то новое алхимик бомба лейла до соломит алхимик без монеты поджигает корака кислотные бомбочки и бэйн все-таки забирают вивера интересно как же так получилось да без ракеты вообще непонятно как так получилось что он там делал то ли куда ты битый побежал его добили ну в общем то считая что нету практически никаких станов тяжело представить что там было на самом деле бульба бульба рискует бульба отхиливается 500 монет у него сэншэнк ой сэншэнк извиняюсь кинг джей тем временем под вышечкой дофармливает крипов всеми силами хао второй левел уже на видел где-то да тунг-фу не смотрятся совсем такими безупречными я не знаю в чем дело вот просто сравнить первые игры бульба ой как ему больно напихал кинг джей вот по другому и не скажешь ну хорошо нахарасил сейчас еще кинг джей надо разок не дать главное транквила зафармить видишь он делает он очень много фармит четвертый левел почти пятый да и бульбе надо отступать бульба отступает нету транквилов до сих пор их никак не дофармить тем временем сэншэнк умирает сэншэнк на дереве куда-то загулял мы видим что весь лес перебанен абсолютно что такое раз спаун два спаун три разбанили вроде бы здесь еще стоит один ну и что и бэтрайдер я так понимаю уходит да бэтрайдер сейчас привезет все транквилы но очень ему непросто тем временем банана честно говоря положа вот руку на сердце вне зависимости от того как закончится эта игра тунг фу играет в какую-то хрень просто в какую-то хрень откровенную что происходит вообще непонятно ну кинг джей нормально да на линии хорошо профит где-то фармит ну ладно допустим алхимик соло мид тоже ничего но то что вот происходит сверху это просто не в сказке сказать не пером описать какая-то вивер фармит лес а дерево стоит на линии и пытается как-то жить сейчас воткнет туда варт втыкает варт все пошли убивать дерево дерево проедает веточку хорош дерево живет баунти хантер тем временем убивает бэтрайдера гирокоптер все-таки замочил тринта тринта да у тринта видимо не было маны либо как-то там как-то там короче дострелил не важно как алхимик 5 левел корок 6 левел корок 27 на 7 алхимик 15 на 0 не уступает в уровне китайцы вот тут уж действительно не поспоришь но еще и герой такой но отличный пик я бы сказал так вот просто ликвид взяли заготовку и заготовкой победили тонг фу взяли какую-то ну тоже видимо заготовку но и покажет их заготовка полная хрень единственную кинг джея сейчас ситуация очень суровая этот баунти хантер может чуть ли не в одиночку игру сейчас переломить как-то во всяком случае ему это не абсолютно необходимо потому что кто тут еще будет переламывать игру непонятно вивер у которого там 10 крипов ввер отправляться вообще на хард фарм бодро бодро баунти хантер здесь разбирается скрипами на визе не 2 0 молодцы дожали красавцы и тем самым у нави становится три четыре очка получается а у зенит 2 очка остается шикарно шикарно для нави четыре очка в первый день из шести возможных как бы на топ-3 явно на топ-4 явно сохраняю опять же напомню что ну в принципе не важно ох вопа убивает алхимика вопа убивает алхимика баунти хантер нарезается таки квапу но алхимик по-хорошему мог бы и выживать и так по-хорошему неважно какое место ты займешь главное в верхней четверке или в нижней четверке это вот самый определяющий фактор верхней четверки слабых команд не будет и там выбирай не выбирай в общем-то это уже не так важно в нижней четверке ты попадаешь сразу в лузера и опять же неважно против кого ты будешь играть это означает что у тебя огромное там какое-то количество матчей дополнительных если ты борешься за топ-1 или за высокое место ну и как бы попадая в венера ты автоматически уже не топ 13-16 ты уже как бы рангом выше автоматом му да у му не очень хорошо все тут происходит вот единственное у кого все хорошо это кинг джей кинг джей тридцать четыре крипа и у кинг джей два фрага инвиз представляете а окорок взял и ушел вообще отсюда куда-то наверх да у клопы просветка не видели клопу сейчас увидели но вот опять же еще доли секунды и клопу бы они не заметили напали бы и просто просыпались под клопой гирокоптером но я черпрофит 1500 на черпрофит хочет себе амидас я практически уверен в этом да хочет как можно больше фармить ну по такой игре наверное правильное решение как это трешовая игра тим ликвид очень маленького левела визаж на 850 тс тс на фейзах бежит спрут отличный спрут в тс попытку убить алхимика ну и наверное убьет алхимика ой какой стан влетает в бульбу ульт от начерс профита ну нет никого не убивают 5-2 ведут ликвид вивер потихоньку потихоньку помаленьку фармит начерс профит покупает мидас на 920 что для профита вполне неплохо дерево пытается захилить вышку если фортификация фортификация нету нужно значит еще раз хилять вышку пиляет еще вышку еще немного урона резистит здесь уже алхимик алхимик побежал алхимик выкинул банку сейчас будет крит очень неприятный крит минус гирокоптер кинг джей падает тут же байбек бежит обратно визажа зажали очень прилично тут же сломал алхимик корок не успевает блинкануться минус корок ну и вот пожалуй здесь это переломный момент когда тунг фу могут вернуться в игру оранжа отдали в п цикаве спа сам бог велел просто вот это знак ну вообще вот конечно не буду делать преждевременных выводов но очень похоже на то что и тут будет 1-1 по моему тим ликвид со всеми решили сыграть 1-1 ну здорово сейчас подравнялись то посмотрите просто все преимущество на ноль свели и вышли вперед по экспе даже ну кинг джей вот просто кинг джей капитан капитан который тащит вроде денег что-то у него вообще не прибавилось как было так и осталось мэджик ван 500 монет сверху все что он докупил хотя парочку там треков должен был успеть повесить девятый левел но урон конечно колоссальный то есть вот на такой стадии игры такой урон это очень много куча сандряков абсолютно это кстати тоже в минус потому что понаставили сандряков баунти хантера конечно молодцы убили а он же еще и байбекался точно баунти хантера то убили браво но сколько сандряков на это извели просветка ульт виверс дд виверс дд убивают очень быстро вивер промазал каким-то образом вивер алхимик стан натур профит минусует визажа алхимик минусует байна вивер до сих пор с дд вивер есть ли ульт ульта нету прожимает стики вивер все еще живой алхимик все еще живой дерево нападает супер бычащее дерево а какой стан сейчас может влететь нет он влетает в одного нужно ультовать о боже вивер вивер ультует и успевает уйти все таки на буквально последнем тике от квапы минус ничер профит до сих пор живет сэншэнк сэншэнк выживает на 3 хп нужно как-то его добить нет сэншэнк живет на 3 хп да что же это происходит то такое алхимик умирает здесь же вгрызаются в байна но за байном то наверное ломиться уже не стоит и корок корок все таки настигает дерево сумасшедший разменный и 10-9 что-то становится в пользу все тех же ликвид промазал паучками летит сюда бэтрайдер сон есть ли ульта сейчас можно откинуть очень здорово назад кидая треки какой-то спрут очень больно байну куча тп кинг джей поджарен кик джей очень долго еще будет действовать просветки кинг джей умирает ракета в банану бэтрайдер тут же даггер да это что-то с чем-то по-другому тут и не скажешь вивер наконец-то пт купил ну и 11-9 открываем графики графики под ноль абсолютно ульт от гирокоптера плохой ульт ни в кого не попадает станет алхимика на миллиард уронов двоих ульта дерево просто шикарный скрим от квапы падает квапа бэтрайдер пытается вытащить вивера вытащил молодец умри нет но бульба то как раз выжил бульба как раз выжил просто там мог гирокоптер чуть подольше пожить и кого-то убить но в итоге 3 в ноль и 12-11 с 9-11 что-то становится стремный замес не просто стремный это наистремнейшая дота все началось с того что команды играли четко дисциплинированно за малейшую ошибку наказывали и тот кто ошибался тот проигрывал быстро видимо уже ну не только комментатором тяжко но и командам как тяжко мы это хотя бы комментируем мы можем как-то дать себе где-то слабину про втыкать фб здесь нельзя ни в коем случае и поэтому уже идет вот такой вот трэш по другому это не назвать ну что алхимик будет shadow blade нет будет мека может быть позже shadow blade сверху bounty hunter кидает трек и опять графики на 1000 вниз на 2000 по опыту вниз мы можем посмотреть где угодно на сайте вп на твиче просто где угодно вивер убегает бэйн за ним нету виверу нельзя атаковать потому что у бэйна есть тюльт 96 крипов у гирокоптера но при этом нетворс у него только второй квапа на первом месте да и алхимик в принципе подтягивается вместе с бананой алхимик сейчас монетку начнет качать потихоньку скоро мека у бананы скоро shadow blade очень скоро это будет все ну и попытки гангануть вивера вот сейчас очень важно ну да тут конечно атомную бомбу сбросили на вивера абсолютно без шансов ну вот неосторожен жху видите как сильно теряет концентрацию игроки да ладно да ладно корок попадает нужно кидать ульту кидает ульту неплохо ну а что дальше идут дальше ульт шикарное дерево пошла урна в корок все в корок больше урона в корок за слипали дерево алхимик очень опасен дерево кидает на себя алхимик Хороший стан Сеншенк продолжает жить ульт от Nature Profit О боже И Квапе сбивает реген Да, Квапе сбивает реген от ульт Nature Profit Где вообще все? Профит, Вивер на базе, вообще на базе То есть он только воскрес Где профит? Профит внизу тем временем И фактически драка 3 на 5, которую Ну не скажу, что Тунг-фу выигрывает Тем не менее, вышка до сих пор стоит Ее продолжает хилить дерево по кулдауну Очень здорово у него это получается И фуловые вышки 1-1 по вышкам Но вышки команды Команды Тунг-фу фуловые Потому что у них есть дерево Ой, Джакалокоптер Джакалокоптер в исполнении ТС И это не самое время Для Джакалокоптера, по-моему Учитывая, насколько нужно БКБ Да, да Вот Джакалокоптер настолько редко должен использоваться Что сам Джакал уже говорил, что Ну как бы это Я все понял, говорит Алхимик Ой, какой стан, но алхимик-то умрет Да, алхимика Закопала Тем временем сверху пытаются снять вышку И должны убивать Здесь без алхимика, но есть фортифика... Нет, фортификация нету Где дерево? Где хилы? Да, вынужден отступать Все, ТП Сэншенк Ультуй! Да нет, конечно, ультовать не стоило Потому что у Сэншенка слишком много ХП Восстанавливает ХП Сэншенк Кидая трек на Корока Корока хоста У Корока вообще нету просветок Ну и что, мы видим Вышка до сих пор стоит Алхимик Все, у Начара Профита У Начара Профита должен быть готов Шадоу Блэйд Да, вот он летит Даже за пасиком Бульба Нет, ну команда явно Уже пошла какая-то вот такая вот дота Ну почему? Ну почему ты не ультанул? Х-майк Была же возможность Взял, почему-то отменил Он отменил сам, поверьте мне Это не... Не из радиуса там вышел Он бы заультил Можно было хватать Ну да, вот пошел папчик Во-первых, что там делал Вивер? Во-вторых, почему у него схватил Бэйн? Больше вопросов все вызывают игры Но это абсолютно нормально Потому что... Ну это дота Здесь Не должно быть всех вот таких вот игр Супер академичных Потому что слишком Слишком много в этой игре Зависит там буквально От какого-то микродействия Ну Вивер получает свой фарм Посмотрите на его крипстат 63 В начале вообще там Все было очень плохо Ультует Бэтрайдер Ультует Бэйн Молодцы Вивера они убивают очень хорошо И это прямо Приятно на это смотреть Баунти Хантер Идет дорезать Да, Вивер очень нужна линка Мне кажется в такой ситуации Даже не БКБ Но БКБ стоит подешевле 14-12 20 минут Это третья игра За 12 В которой на 20-й минуте Непонятно Кто же Все-таки одержит победу Ну вот как-то вроде Тонгфу чуть вырывают Все-таки Преимущество Минус фамильяр Плюс 100 монет Нормально Еще разок Ну давай еще разок Сажаешь фамильяра Ну хорошо У меня все под контролем Говорит профит И Спокойно добивает Своих крипов Баунти Хантер Покупает Пособирает Потихонечку БКБ Алхимик Собирает Шадоу Блэйд Да, это будет Игра в которой Абсолютно все 5 героев Имеют инвиз Ну вот купить гем Ну просто Вивер и Баунти Хантер Врожденные Скажем так Инвиз Дерево тоже Причем на любого героя Может повисеть Ночер профит Уже с Шадоу Блэйдом Алхимик Его собирает Да уже Все 5 героев Имеют инвиз Потому что Вот этот Шадоу Эмулет Он уже дает инвиз Если ты стоишь на месте Посмотрите Что делает Банана Какой, а? Негодяй А есть медалька У кого-нибудь? Медальки-то и нет Будут без медальки Полетели фамильяры Без медальки Так долго И фамильяры взяли И не полетели Ну вот это вообще Гениально Фамильяры должны лететь Флав Ну Флав Там Рошан Почему ты не прочекал Ты же летел Эх Ну вот просто взял И не прочекал Чирпрофит уже наверху И у него же ультимейторп Между прочим А ультимейторп Это уже Добрая треть хикса Даже больше Трек на Корока БКБ собирает вивер Любит хао собирать БКБ Теперь палит Квапу Абсолютно спокойно Тут варды стоят Из-за этого Все абсолютно Квин оф Пейн видит Мук кстати говоря Тоже уже С шадоу блейдом И начинают Мукфу Зажимать Тисочки Вокруг Ох Алхимик Алхимик Как он пробежал Вообще Через всех Абсолютно Через всех Пробежал Еще застанил Визажа Навел какую-то Панику Сверху Тем временем Профит Профит боится Но Профиту бояться Абсолютно нечего Потому что Все здесь Ну и вивер снизу Такой жесткий Сплит Вивер снизу Профит сверху И Три Просто Три героя Дефит Даже два героя Дефит Один из них Еще там Бегает Собирает Вот например Нашел сейчас Хасту Да И вот сейчас Должна быть Инфа Хау Просто Три Два Один Инфы Для Хау Нету Трек Тосс Хекс Уже Хекс У Корока Как быстро Выбили Ну там же Аегис Точно Минус Бейн И Алхимику Очень больно Алхимик 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 Мека Алхимик Ой-ой-ой Что творится 20 хп с одной стороны С другой Но Корок добивает Одного Алхимик Застанет Застанет Бам Отличная банка В 5 хп Здесь же Queen of Pain Умирает все-таки Алхимик Замедляют Корока Короку Нужно куда-то Уходить Спасаться Беги Корок Ну и в итоге Мы имеем Аегис И двух героев Размененных На четверых Кстати Очень ранний Хекс Стоит отметить На Короке Которую я совершенно Не заметил Молодец Да Все четко Сделали Если бы Ну вот опять же Убивай Они Алхимика Сразу И Сразу Убивай Ой-ой-ой Что творит Что творит Хао Хао Умрет Сейчас Какой Что ты делаешь И этот Человек Сыграл Там 19 2 На спектре Что это было Сейчас Это было Черт знает Что По другому Даже и называть Не хочу Да Извиняюсь Что не двигал Мышкой Держался За лицо Обеими Руками А Ну еще и Профита Убили Шикарно В общем В итоге 4 в 4 Разменных Я просто Хотел сказать О том Что если бы Алхимика Баунди Сразу Убивали Там могло Быть 4 в 4 Сразу Ну видите Как Вернули Должок Тунгфу Да Есть на этот раз Фортификейшн БКБ На вивере Не прошло и года А вот и сам Вивер скоро Появится Алхимик Шадоублейд Есть ли гем Есть сентри Но он не видит Ничего Корок Получает стан Трек сверху Ульт Ульт Хекс Хао Браво Вот это БКБ Вы видели Как он его Прожал Я нет Сэншэнк Шикарно Тим Ликвид Просто красавцы Хмайк Все четко Взял Заультил Вообще Не могу понять Ну вот Это Может быть Смешно Прозвучит Но реально Вот сейчас Иллидан Точно не сступает В уровне китайцам Потому что БКБ Не прожимается Абсолютно Одинаково Хао просто Забегает И просто Напросто Умирает Молодец Молодец Я понимаю Что там Финсгрип И Финсгрип Он пробивает БКБ Но Штука в том То что Если бы он Включил БКБ Он был бы В Финсгрипе Но его не могли бы Не пробивать Квапа Своими костами И Квапа Его не смогла бы Захексить В общем Ошибка Достаточно серьезная Как бы Понадеялся На то что Прожму потом А на самом деле Прожимать стоило Уже Сразу же Тем не менее Тунгфу Еще есть Какие-то шансы Да У них было Большое преимущество И сейчас У них преимущества Этого нету Что у профита Где его хикса Его хикса Через 400 монет Это Это нормально Это нормально Скоро БКБ Но без БКБ Здесь очень тяжело Что и говорить А еще тяжелее Если ты купил Потратил Денги На БКБ И его не нажал Но тем не менее БКБ Это нужная штука И в общем-то Наверное Даже правильно То что Хао Собрал именно БКБ А не Линку Только осталось Использовать Это все Грамотно Это все Что осталось Хекс Покупает профит Хекс Покупает профит БКБ У Баунти Хантера Почти Ну Тренд Понятный Мало Что у него есть Но это нормально Для Тринта Алхимик Да Алхимика Как-то не густо Но вот 2000 Какие-то Нафармил Ну Вивер Конечно Самый Один из самых Неудачных Виверов Для Хао Покупает Покупает Без консекций Попа Попа Ольт Но тем не менее Может быть Может быть Это гирокоптер Так больно Настрелял И до сих пор Нету БКБ У гирокоптера Что самое интересное Вот Бэтридер Бэтридер Вивер Он будет бить Он будет бить Через БКБ А где Нюки То Нюков Не так Много Стан Один Но это Не Не проблема Для гирокоптера Все равно Если не он Этот стан Кто-нибудь Съест Да И возможно Я был даже Не прав По поводу Этого Джакала Коптера Как раз таки Здесь он Наверное В кассу Ну а что Хорошо заходит Бэтридер Минусует В очередной раз Вивера 4-6 Хао Ой-ой-ой-ой Что творится Файбэк От Вивера Будут забирать Рошана Пытаться Нечер профит В шадоу блейде Ну как много вардов Гемы Варды Вот просто Все что только можно И у корака Еще Ну да Корак и гем Еще и куча вардов И все Вот эти Инвизные темы Они вообще не работают Заходит на Рошана Алхимик Заряжает банку Выходит Хороший Бросок И прямо Сразу После пинцгриппа Идеально Нечер профита Минусует Тут же У него нету Байбэка Гирокоптер Флеком Наносит очень много урона Минус алхимик Нет Нечер профит Все таки выкупается Но почему-то делает это Очень поздно Дерется с иллюзией Гирокоптера Вивер Где-то наверху Вивер умирает Боже мой По-моему Чуть ли не от нейтралов Нет Это был Баунти Хантер Судя по всему Ну и что И опять Четыре в один Да это даже Пять в один Учитывая что Нечер профит Байбэккался Тим Вайб Отдают Рошана 2-0 Ребята Это 2-0 Чайна Дота Все стало на свои места В первой половине дня Китайцы были просто Неподражаемы Но во второй половине дня Америка поставила их на место Пока что только Америка Нет Америка и Швеция IG-02 Проиграли Альянсом Тонг-фу 0-2 Ликвидом И LGD-02 Дигнитас Я думаю Об этом уже можно Вполне Спокойно говорить Шива на Квапе Аганим на Визаже Браво Тим Ликвид Вот вам и китайцы Ну и что На самом деле По золоту Преимущество Вы видите Его никакого И нету Ну вот По опыту Преимущество Солидное Тем не менее Здесь опять же Здесь решает Не там Не золото Не опыт А вот сами Сами драки Ведь не всегда Вот эти графики Они объективно Отражают то Что происходит Корок Получает хекс От профита Ну здесь Под ДД Гирокоптер Да АТС шикарен Мега килл Идет Корок Пульба идет Дальше Проще всего Ориентироваться Именно потому Что происходит А не по графикам Графики Да Бывают Бывает Они ставят Как-то на место Но здесь Абсолютно Очевидно Что Несмотря на Вот этот график По золоту Преимущество На стороне Ликвид Огромное За ивэдит Манты Пытался Не получилось Фортификейшн Ну и нужно ломать А чего ждать Нету баунти хантера Профит Попытается сплитпушить Дожили Китайцы Сплитпушат Профитом Бананов Шадоу Блэйде Его будет видно Икс Майк Получил кучу урона ТС Бэтрайдер Вытянул Дерево Дерево Получает Хекс Минус барак Минус дерево И сейчас задача Тунгфу Задержать Как можно дольше Здесь Как можно дольше Нужно задержать Здесь Не дать Стпшиться Но дают Они Стпшиться Квапе Это значит Что профиту Нужно Отсюда Уходить Да Профит Снес Все-таки Вышечку Но Не смог Снести Бараки А здесь Уже Минус Бараки Минус Одна Сторона И Все Шикарно Так Смотрим Банана Да Банана Такой Самый Тащун Казалось бы Но вот У профита Есть определенный Минус Он в драке Никакой Просто Никакой В драке Ему нужно Просто Бить И при этом Никак не Подставляться Это очень Непросто Бывает Бывает Очень Непросто 4500 У профита Может быть Стоит Задуматься Абкб А может Абкб А может Абкб Сохраняю Сохраняю Трезвость Рассудка Все Абкб Абкб Да Ну действительно К интернешналу Уже не от хорошей жизни конечно Китайцы научились Использовать этого профита вот так вот Как-то сплитпушить Пытаться выживать К другому это и не назвать Кинг Джей Все, минус Баунти Хантер Сходу Сходу просто И даже я вот опять же не помню Когда последний раз кого-то убивали Тунг Фу Сейчас будет попытка разменяться Вышка на вышку Отличный варт на хайграунде стоит у Тим Ликвид Они абсолютно все сейчас видят Минус вышка от Нейчерпрофита Минус вышка от Гирокоптера Баунти Хантер байбек Ну и что Ультбэтрайдер практически открутился Стан в Гирокоптера Гирокоптер проседает очень сильно Ну какая скорость атаки Какой урон Гирокоптера сейчас убьют Мисс, мисс, мисс Поймали вивера, минус вивер Шикарно, минус Гирокоптер Но это Аегис Профит уже здесь Профит решил не сплитпушить Есть ульт У Бэтрайдера, Бэтрайдер Влетает, ультит Ну просто красавцы Тим Ликвид И должны убивать Алхимика Нет, Алхимик ультует Нейчерпрофит в БКБ Продолжает нарезать Очень больно Корок Корок получает много урона Где-то в лесу Его находит Тольт от Корока И И падает Корок Но вместе с Нейчерпрофитом Есть ли байбэк Понятия не имею Гирокоптер До сих пор живой Настреливает уже где-то Под фонтаном Тим Ликвид Скажите мне, что это ГГ Это ГГ Итого У Тим Ликвид Статистика 4-2 Абсолютно такая же У Тонгфо У нас Группа А Получается Достаточно разбросанная 0-5 2-4 Там У кого 2-2 У кого 3-3 В группе Б Все Очень И очень Продолжение следует